Девушки отдыхают Сейчас расскажут, почему вдруг неожиданно произошёл конфликт интересов и разный взгляд на одного и того же человека. Итак, мы говорим об учителе Дмитрии Гущине. Венера, я так понимаю, ты у него училась? Да, я закончила школу номер 415 в 99-м году. Сейчас всё это подсчитает, сколько мне лет. И Гущин как раз начинал работать в школе. Это был его второй, если я не ошибаюсь, год, когда он пришёл преподавать в наш класс. Он был совсем молодой, педагог, какие-то вещи он делал, ну не то чтобы спорные, но чувствовалось, что как учитель молодой, он не знает толком, как держать в узде вот эту вот ватагу 11-классников. А у нас ещё класс был такой интересный, поровну мальчиков и девочек, мальчиков даже было чуть побольше. И, соответственно, там бывало всякое. Но он был требовательный. И вот этому классу разбитному было довольно тяжело смириться с тем, что теперь опаздывать даже на полминуты на урок нельзя, что домашнюю работу проверяют каждое утро. Действительно, неслыханная наглость. Да, неслыханная подлость вообще. И при этом с полточка человек может определить, списана она вот за 5 минут до звонка или всё-таки человек неправильно, мучительно. А вот это вообще чудовищная несправедливость. Да, да. Выпускник. Он был просто зверь. Но вот эти зверства ещё усугублялись таким вот формальным подходом. То есть он просто за любую провинность мог поставить кол. То есть он так и говорил, вам один. Это мы на всю жизнь запомнили. Вам один. У нас был один товарищ выдающийся, у которого была такая психологическая война на истребление просто с Дмитрием Дмитриевичем, который за полурока умудрился схлопотать 5 или 6 этих колов и чистокол этих вот палочек вышел даже за пределы одной клеточки. То есть он как бы авансом ещё на следующий урок заработал себе один. Отлично. Но если суммировать всё, то может и ничего получится. Ир, что насторожило тебя в интервью, которое ты взяла у Дмитрия Гущина? Я разговаривала с обоими, с обеими сторонами, и ухом мне Гущин понравился меньше. Вот изначально мне не понравилось, как он говорит. У меня возникло ощущение какой-то фальши, я стала уже как-то прогонять по извилинам. Вот смотрите. Поднимите руку, кто верит, что учитель, проработавший 17 лет в школе, впервые столкнулся с практикой исправления оценок. Мы все знаем, что эта практика существовала. А почему мы сами это делали? Я училась в советской школе, мне поставили как-то пару по обществоведению за то, что нашли у меня шпаргалку, и потом я приходила и отвечала, эту пару переправляли на что-то другое. То есть эта практика существует, не мог он этого узнать только сейчас. Тем не менее, он об этом пишет только сейчас. Он пишет об этом 30 мая. 30 мая он не мог увидеть эту запись в журнале, там какие-то подчистки. Значит, он увидел это раньше. Что-то его заставило написать это 30 мая. Он пришел на выпускной вечер, как нам говорит директриса, он там пришел, посидел в президиуме, ни с кем не общался, не общался с детьми, не общался с учителями и сразу свистал. Это тоже ненормально для человека, который в этой школе проработал 17 лет. Я думаю, что там существовал какой-то конфликт. Когда он пришел на работу 26 августа, он же не заявил, как он пишет в ВКонтакте, не могу мириться с этим безобразием, все. Его начали увольнять, он еще попытался это оспорить. То есть мы уже видим неблагородного борца за справедливость и за честность, а человека, который за что-то мстит. То есть не принципиального интеллигента, а коварного интригана. Ну, коварного интригана, не интригана. Я бы не стала здесь вообще какие-то давать названия. Это не наше, в общем, дело давать названия. Но это явно человек использует ситуацию, которая ему стала известна давным-давно, для того, чтобы нанести удар в конфликте. Дальше. В истории с этой училкой, директрисой несчастной. Ну, то, что нельзя материться в разговоре с детьми, не обсуждается. Она нашла хороший ход, как им объяснить, почему материться нельзя, но все это можно было сделать, не цитируя мат. Сказать все то же самое, но без цитат. Но, внимание, вопрос. Кто вскрыл переписку? И тут выясняется, что переписку вскрыл, принес ее директрисе и попросил устроить разбор сам Гущин. То есть у нас появляется еще человек, который вскрывает детскую переписку. Я не педагог, я педагогику проходила только в музучилище. Но я не считаю, что поднимать вопрос о детской переписке так, это правильно. И в понятие заслуженный учитель входит еще отношение к нему детей. Вот пусть дети знают, что этот заслуженный учитель может в любой момент вскрыть их переписку, принести директору и так далее. Плюс публикация этих аудиозаписей, которые появились у него на странице ВКонтакте в понедельник. Эти записи как-то должны были появиться, эти записи как-то должны были к нему попасть. Кто-то вообще верит, что родители, черт знает сколько времени, хранили у себя записи с тем, как директор ругается матом, и только в это воскресенье прислали почему-то именно Гущину, который там совместитель. Но я бы на месте родителей, конечно, сразу же бы это отправила и не Гущину. Ну, я что хочу сказать, мы не знаем эту ситуацию. Плюс еще, директрису уволили, ее же уволили не за мат, ее уволили за то, что якобы подтвердилась история с подчистками. Но, ребята... Это было проведено молниеносно, подозрительно быстро. Информация в Горануэле, как там это называется, появилась в понедельник утром. В середине понедельника они уже говорят, что все подтвердилось. Начало учебного года, вот. То есть все журналы за прошлые годы, они хранятся где-то. Даже если они не сданы в архив, их нужно откуда-то принести. Вы верите, что за это время, вот за сколько-то часов комиссия дошла до школы, собрала все журналы, там проверила, вот, действительно, подчистки, выяснила, каким способом это появилось, всех опросила и хоба, все подтвердилось. Ваша версия, коллега? Я думаю, что был какой-то конфликт. Ну, ее уволили, потому что скандал. Почему они ее уволили, вот, у Венеры есть какие-то предположения, да? Ну, я не могу высказывать там прямо предположения, предположения, потому что все мы понимаем, да, все, кто когда-либо работал или учился в средней школе в России, там, или в 90-е, да, года, понимают, что система эта весьма своеобразная. Коллектив учительский, это довольно особенный коллектив, и там бывает всякое, да, вот, к вопросу о том, что был конфликт, были какие-то разборки, был какой-то компромат, да, на директора. Ну, ты говорила, что у него какой-то связи. Есть мои собеседники, да, не давая авторизованных комментариев на этот счет, говорили, что в 2007 году, когда Дмитрий Дмитриевич становился учителем года, фактически Галина Никитина его выдвинула на этот конкурс, и вся гимназия фактически там работала на то, чтобы отточить его показательный урок до полного совершенства, чтобы эта премия была 100% в гимназии. Но, с другой стороны, да, как, Ира, ты же и говорила, а где так не делается, да, это так, в принципе, и поступают в школе. Нет, я сейчас такое имела в виду, ты говорила, что... И говорили, и говорили, что да, что... Ну, не то, чтобы говорили там помогать, говорили, что он общается в весьма таких вот влиятельных, серьезных кругах. Но, с другой стороны, если в этой системе работает человек, который знает свое дело, который понимает систему, который способен, да, донести такой предмет, как алгебра и геометрия до практически кого угодно, ну, понятно, что он востребован. То есть ничего удивительного в этом нет. Ну, что говорить, он математик, у него хорошо работает голова, он в состоянии выстроить какую-то логическую цепочку событий. И я думаю, что если он рассчитывал таким способом как-то отомстить, навредить этой несчастной директрисе, может, она этого заслуживает, я ничего не говорю, я ее не знаю, но если он ставил такую цель, то он сделал это блестяще. Скажите мне, пожалуйста, дорогие коллеги, а эта история, она дальше у нас как будет расходиться, если мы сошлись на том, что, в принципе, плюс-минус в каждом коллективе есть что-то подобное, да? Ну, как, знаете, какая-то русская пословица, в каждой избушке свои погремушки. Это неизбежно. С моей точки зрения, да, вот если почитать комментарии в Фейсбуке, да, под публикациями Дмитрия Дмитриевича, ведь вот что еще важно понимать, да, насчет Гущина, раз уж мы перешли. Долго готовился. Нет, ну я не то чтобы долго готовилась, но у меня как-то это довольно... Я не тебе, я про него. Он, ну да, да, он был выждан. Чувствуется, что в школе у вас были хорошие отношения. А с ним, ну это самые яркие воспоминания про выпускной класс, ну что ты, это же прекрасно, то есть там бывало разное, но то, что это чувство было страстно и взаимно, это совершенно точно, да, вот между нашим классом и молодым математиком. И сам факт того, что человек вызывает очень такие острые эмоции, вот кого не спросишь, там, Гущина, ну вообще кто, то есть реакции две. Либо там полный восторг, Дмитрий, Дмитрий, и вот сразу при доходу, там все, все, полный экстаз. Либо говорят, а он, и дальше я не буду цитировать, потому что нехорошие слова. Вот, это, извини, пожалуйста, да, и к вопросу о том, что дальше. То есть получается, что в школе, в принципе, есть проблема с какими-то формальными процедурами, которые часто зависят от степени порядочности и, скажем так, потерянности берегов со стороны администрации этой школы, да, то есть это понятно и очевидно. Что с этим делать? Получается, инициировать надо какую-то всероссийскую проверку, шерстить там все журналы и смотреть. Это, ну, на самом деле, гораздо проще, да, это все делается. В Москве давно перешли на электронные журналы, где никакие почистки, никакие исправления и никакие оценки, взявшиеся задним числом из воздуха, в принципе, невозможно, потому что эти журналы в любой момент времени доступны в режиме онлайн. Ну вот у нас вроде с 1 сентября вводится, так сказать. Оно у нас вводится очень как-то медленно и печально. Ну, там тоже предусматривается возможность исправления отметки, что, в принципе, говорит о том, что можно ее исправлять. Ну, исправление, когда мы говорим про исправление, это значит, да, да, это значит, что ребенок приходит с рефератом, с выученным параграфом, с больной головой. Мы не знаем, как было в этой ситуации, не могла проверка сейчас что-то установить. Можно пару слов в защиту этой директрисы? Нужно, нужно. Я-то, на самом деле, спрашивал о том, что у нас, соответственно, чиновники от образования будут сейчас делать, но это вы можете потом ответить. Пару слов в защиту директрис. Да, она, ну, что мне сказать дура, она не права, что она материлась. Но ей очень хотелось сказать этим придуркам, по-другому их не назовешь, что материться им как минимум рано. И она нашла форму, которая, ну, вот, для меня наименее представима в устах училки. Она им говорит, что секс – это прекрасно, это вообще самое лучшее, что может быть. И негоже это называть такими хорошими словами, это у вас будет вызывать дурные ассоциации. Ну, для меня это вот по сравнению с училками, которых я помню, это какой-то прорыв. Может, они сейчас все такие. Ну, я это услышала первый раз. Она нашла какую-то форму, которую она, видимо, считала наиболее правильной и деликатной. Она считала, что она может употребить эти слова, потому что она детям не скажет ничего нового. Она говорит только то, что они уже написали. Другое дело, что она не подумала, что не надо детям показывать, что эти слова произносить нормально. Ну, не подумала. Ну, я вот хочу добавить, да, я, например, помню совершенно других учителей. Учителей, у которых есть голова на плечах и совесть во всех остальных правильных местах. И вот ключевое слово она не подумала. Когда человек занимает пост не просто учителя, а директора школы, и вот он, директор, приходит в класс и начинает под сальный гогот этих подростков зачитывать им их же похабный обмен мнениями, это до того отвратительное и мерзкое, что вот упаси Боже, чтобы к моему ребенку когда-нибудь вот такой педагог пожаловал. Девчонки, у меня простой вопрос. Вот у нас времени мало остается, я тороплюсь. Меня смущает только то, что возник скандал, человека уволили. Бам, и отрубили голову. Это нормально? Ну, в общем, если бы была только история с отметками, нет, ненормально. За историю с матом, я думаю, что, увы, к сожалению, как бы вот я не пыталась ее оправдать, это ненормально. Ненормально работать в школе человека, который не понимает таких вещей. А что дальше? У нас какие-то будут спущены инструкции теперь, не ругаться матом при детях? Это уже есть. Существует? Все уже есть, да? Понятно. То есть эта история исчерпана. Подводим итог. Скорее всего, дальше пройдет какой-то мучительный период, когда из оставшегося коллектива будут выбирать человека, который станет ИО. Я не думаю, что много будет желающих занять это расстрельное кресло. А что касается системы, то, как и любая другая система, в которой присутствуют вот такие вот всякие разные шероховатости, скажем так, она совершенно спокойно устоит. То есть это не то, что пошатни утро. Серия проверок в школах. Серия проверок в школах прогноз в фире. Вот это наша обычная реакция. Сейчас серия проверок в школах на предмет мата, на предмет подчистки этих отметок. В следующий раз произойдет еще что-то, они еще будут в школах проверять. А я думаю, что они просто сообщат о том, что серия проверок прошла. Потому что если проверять школы, то, вы знаете, такая бездна, извините, дерьма, всплывет, что мало не будет никому. Под каждой бездной глубже бездны есть. Можно же про бездну просто никому ничего не рассказывать. Ирина Тумакова, Венера Галеева, мы говорили о тексте из Петергофской гимназии, вынесли весь ссор. Читайте, анализируйте, думайте сами. По-моему, получилось хорошо. Будем продолжать. Спасибо вам большое. Здесь нам просто необходимо что-нибудь хорошее. Ну, например, Алсу. Субтитры подогнал «Симон»